Добрый день! Сегодня у нас получилось видео на правах рекламы. Я часто рассказываю о наших знакомых, у которых производство навесного оборудования для садовой техники. Мы обсуждали тему полуосей запорожских, обсуждали тему барон, обсуждали тему сцепных устройств. На сегодня новое изделие от наших друзей. Поворотный узел прицепа. У нас в Украине, в АЛХ, огромное предложение по этим пунктам. Основным является все-таки Крючковский прицеп, то есть ЧП Крючков Полтава. Но есть выбор и по совершенно другим производителям. Цена вопроса от 350-400 гривен и выше. Итак, перед нами Крючковский узел. Как это сделано? Мы их красим. Вообще они приходят в таком некрашенном виде. Мы их подкрашиваем прямо здесь, чтобы хоть как-то продавать покупателям не как полуфабрикат, а как готовое изделие. Значит, в Крючковском исполнении идет проволока, проварена вокруг трубы. Здесь металл-троечка. Здесь, по сути, то же самое. Тут лучше видно, что дальше. Вот палец 16-й. У нас отверстие почему-то 18,5. Толщина стеночки 3 миллиметра по трубке и высота 55. Это классический стандарт 105-го мотоблока, хотя большая часть производителей на 105-х, они же 1100, они же 1050, уже используют фермы высокие. Это прицепной мотоблок с водяным охлаждением, то, что почему-то диаметр внутреннего отверстия 21, гораздо больше пальца. Толщина стенки 7 миллиметров. Теперь давайте посмотрим, что нам предлагает наше запорожское производство. 75 высота, диаметр 17, под 16-й палец. Плюс все это выполнено металл-четверочка. И, как вы видите, используется не проволока, а вот элементы резаной трубы. Все это достаточно качественно. Нигде не цепляется, ни по каким стыкам. Люфт на Запорожской. Люфт на Полтавской. При одинаковой стоимости сомневаться не приходится. Однозначно Запорожской. В общем, коротко и ясно, рекомендую украинцы ищите на Иолыксе оно есть. Стоит оно дешевле, чем все, что там предлагается. Так что, спасибо вам за внимание. Спасибо нашим друзьям за то, что они повышают качество из года в год. Хорошего вам дня.